Мышонок с сыром Голопопик. Друзья, привет! Я иду сейчас. Так, сейчас около 10 вечера. Я иду в БМЦ. Буревский научный центр. Я иду на одно мероприятие. Что оно называется? Торжественный обед. Освященный археологии в Бурятии. В Бурятском научном центре. Археология в Бурятии. Я мечтала до этого, а официально научный сотрудник. Первый археолог был зачислен 55 лет назад. Какое я имею к этому отношение. Мой папа был археологом. Не знаю, он ли был зачислен. Я даже этого не узнала, но вполне возможно, да, 5 лет назад. Но хотя я знаю, что были еще археологи постарше. Так что до следующего включения. Так, вот мы пришли к месту назначения. Многое из этой работы было применено нами в последующих выставочных работах. Также надо отметить работу по организации столетия гостей археологии в виде выставочных и неолитов. Вот неолита самый, на мой взгляд, по современному самый нужный период. Вообще, неолитоведение не надо. Мировое неолитоведение сейчас находится в каком-то новом этапе. Новое там вносится. И у нас уже по нашему работе есть уже вот эти новости. Вернение, неолит и так далее, и так далее. И вообще проблема неолитизации, так называемая, встает. И вот, и вот, и вот, и вот, продолжение работ Бариса Гавриевна, и Аталия Владимировна, значит, в этой теме продолжает. И будем надеяться, что будет успехи. Что касается третий затронут, пульская тема, Помню, неолитоведение после всяких стрессов продолжение получает. Во время, где-то живут. Берется, он прекрасным специалистом. Вот такой вот. Ну, у нас, правда, вот тоже. У него там все. Ну, ха, помучились, жить негде. Все, уезжали. Севикторов, значит, ну, квартиры здесь не могли, и успеют, все. Значит, вот она, в тяхту. В тяхту, значит, вот это все. Там, где... Странно я выгляжу. Так, я пришла с этого мероприятия только что. Ну, как только что, наверное, может быть, час уже прошел. Ну, в общем, в пятом часу вечера. У нас, как видите, уже темно. Но только сегодня самый короткий день световой. Так, сижу за монтажом видео. Сейчас звук выключу. Я почему-то во время монтажа вдруг начинаю отключаться. Забываю, что надо слушать и смотреть. Отвлекаюсь. Мне как-то неловко сидеть. Просто так я либо включаю игрушку, либо начинаю что-то листать. Могу забыться включить видео со всей дня и просматривать сразу два. В общем, так, мероприятие прошло отлично. Я погрузилась буквально в свое детство, когда я ездила в экспедиции археологические. Увидела всех тех археологов, которых я видела в детстве. Они все еще в строю. Выклали с моим папой. В общем, замечательно прошел день. Я не знаю, как папе. Мне кажется, папа такой был немного напряженный, что его дочери пришли. Я папу понимаю, я сама такая же как-то. Я не умею вот это вот... Расправляюсь со всеобщим вниманием к собственной персоне. Начинаю смущаться. С одной стороны, вроде бы, когда ты выступаешь и завладеваешь вниманием аудитории, на это подсаживаешься. Но с другой стороны, когда неформальное общение, как-то теряешься. А тут папа еще, наверное, сдерживал факт того, что пришли дети, ну или его дочери. И к тому же я вломилась, я же опаздывала. Я вломилась на заседание ученого совета. Прямо вот так вот ворвалась. К тому же оно шло во весь разгар. Ну, если вы смотрели про Бриджит Джонс, когда она ворвалась к этому... Как ее свалить? Ну, к своему жениху, за который она вышла замуж. Выбежала с какой-то претензией. Я тут, в общем, такая, немного... Я себя чувствовала, да, так, что я ворвалась. Тут идет заседание, и я вдруг врываюсь. Но ничего как-то, все это... Все было прилично, культурненько. Мне предложили пройти в соседний кабинет, там раздеться, повесить свою шубу. И усадили прямо почти чуть ли не... Очень близко к президиуму. Ну, стол, понимаете, в конференц-сале, да? Стол крупный. И вот я сидела ближе к голове стола. При этом я вытащила свой смартфон, начала записывать. Потом, позже, подошла сестра. А меня-то никто не знает, я же здесь не живу. То есть, если мою сестру знают, что это дочь профессора Коновалова, а то у меня нет. В общем, пока не пришла сестра, не взяла у археологини фотоаппарат папе, я сидела, писала на смартфон. До тех пор, пока память не закончилась. Вот. Вот так это было. В общем, здорово. У меня масса впечатлений. Вот. Хочется что-то рассказать про археологию Бурятии, про те, кто жили здесь, с каких времен, ну, с палеолита. Археология. Ну, то есть, археология – это очень широкое поле деятельности. Здесь вам и палеолит, то есть, древний каменный век. Здесь вам и средневековье, ну, то есть, до времен Чантисхана. Так, давайте почитаем комментарии. Так, Елена Пушкина что-то мне предъявляет. И предъявляет. Ну, что-то, видимо, предлагает почитать. Ой, подарить клавиатуру. Так. Все-таки я вас задела, что аж 30 минут посвятили. Скажите, вы посвящаете свои рулить, потому что вам неудобно писать в виртуальной клавиатуре? Или же вы так пытаетесь найти себе подмогу среди ваших зрителей? Что у вас с клавиатурой? Давайте я вам ее подарю. Ну, давайте вы даже беретесь за пересылку. Я не против. Нет, адрес я вам свой не скажу. Нет, не надо. Мне клавиатура задела. Ну, наверное, может быть, задела, наверное, раз я посвящаю. Я... Вообще, комментарии... Так, комментарии мои не видны. Вы, наверное, их сделали невидимым. Ты, честное слово, я вообще не трогала комментарии. И в спам они не попадают. Я посмотрела. В спаме их тоже нету. Под каким видео? Я не делала их невидимыми, вот, ей-богу. Нету. Так, какое это было видео? Это видео или нет? Может быть, то видео, которое на канале «Голос силиконовой долины» может под тем видео? В общем... В общем, я не видела. Я не удаляла. Ну, все же было в прямом эфире. Вы думаете, у меня есть время сидеть и удалять комментарии? Я удаляю, когда маты... Ну, когда какой-то неадекватный. Но у вас вполне... Ну, так... Ну, вполне адекватный, можно сказать. Вы вполне адекватные комментарии. Так, из-за неудобства с виртуальной клавиатурой или же подмогу ищите подарок в виде клавиатуры остается в силе. Да, из-за неудобства с виртуальной клавиатурой в том числе. Ну, и мне кажется, что это интересно. Так, подарок наверху. И потом, ну... Право голоса у нас есть у всех. Ну, в рамках, конечно, правил Ютуба, да. Я... Если вы думаете, что я ищу поддержки, то и... Кто-то из зрителей может и вас поддержать. Кому-то я не нравлюсь. Больше нравится ваше мнение. Вот. Так. Милашка это про Айланку. Зачем юбиляры срезают волосы? Об этом уже говорили на канале, когда мы на рамку побрили. Вот. Ну, в общем, в годик у нас положено. После исполнения года, вернее так, до года волосы стричь нельзя. А когда год исполняется, волосы стригут и даже бреют. Но считается, что потом вырастет хороший волос, что первый волос это пушок. Ну, конечно, очень много мнений, что это не так. Ну, традиция. Многим кажется, что да, побреют волосы и вырастут хорошие. У нас есть и такой опыт, и бритья, и не бритья. Я могу сказать, что есть и хорошие, и плохие волосы. В общем, непонятно. Макияж я уже выложила. Наверное, вы уже посмотрели на этот момент. Так. Екатерина Шагдуева вообще не понравилась, пишет все по-русски. Это к моему видео с фотоствол по-бурятски. Она, в общем, делает замечание, что мы все по-русски разговариваем, а не по-бурятски. Ну, среди моих родственников действительно есть люди, которые, которым удобнее говорить по-русски, чем по-бурятски, которые лучше говорят по-русски, чем по-бурятски, как и я. Но есть и те, кто наоборот, ну, на русском, потому что и для русской аудитории я снимаю в основном, она шире намного, чем бурятская. Я не хочу сужать свою аудиторию. Так. Люба Першина, у вас так снежно, да, у нас снежно, у нас такой снег отличный, скрипучий такой, прямо под ногами поющий. Я такого скрипа, я уже забыла о таком скрипе, потому что ни в Москве, ни в Актюбинске я с таким скрипом не сталкивалась, но забыла. Здесь снег всегда такой скрипучий, чувствуется, что такой плотный, мощный. шубка прекрасная, это про мой монгольский ДГЛ, не про мой, а про на рамке, который сшила не я. Фиолетовая помада и тени крутые, вот у меня макияжик есть. Правда, такое качество там, что если кто-то на макияж, из-за макияжа на меня подписался, тот и отпишется. Сахиба Эхмедова, вы не имеете вернуть кофеварку обратно, ведь это их не вина. В общем, я могла бы вернуть кофеварку, но я накладную по случайности, кто-то потеряла, кто-то выбросил ее. А чтобы вернуть, в общем, смотрите, если вам пришел бракованный товар от Арифлейм вы получили и увидели брак, то все это можно вернуть сразу же в том месте, где получали, туда же и возвращайте. То есть, если это СПО, то менеджер СПО оформит претензию, возврат и вам заменят, либо вернут деньги на счет. Но это все при наличии накладной. Нужно иметь вот накладной, с которой пришел этот товар. Я по случайности, я вообще обычно сохраняю накладной, но почему-то получилось, что накладная потерялась. Пришлось отослать, пришлось оставить. Ну, в принципе, работает. Ладно. Хотя эта трещина действительно стала расползаться. Кому непонятно, посмотрите это видео, подарок по акции Арифлейм кофеварка. Так, все. 8 минут пищала, затянула свое видео. Ладно, всем пока, люди, не обижайтесь, но если вам недостаточно моих слов, ну, обижайтесь, что-то делай, я с этим ничего не смогу поделать. Вообще, на самом деле, я абсолютно всем желаю добра и считаю, в общем, коротко говоря, ваших тараканов, я считаю вашими личными тараканами. Ко мне это не имеет никакого отношения. Во-первых, во-вторых, я не идеальна, у меня есть недостатки. Возможно, да, я себя считаю хорошей, на самом деле, не очень. Я с этим согласна. Ну, все. Всем пока, всех целую, всем желаю хорошего настроения, красоты, здоровья, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока. Паша Алина. Дорогие друзья, перед нами очередная покупка на 1000 рублей, ну, вернее, 1175, но, наверное, это не страшно, не принципиально. И я в этом месяце уже делала мониторинг, но сейчас предновогодняя неделя до Нового года осталось чуть-чуть больше недели. Так что, если вам интересно, давайте посмотрим, что же мы купили перед самым домом.